Глава города назвал обустройство парка и сквера народной стройкой, потому что все организации города выполнили работы на благотворительной основе. Они вложили свои силы и средства, чтобы Сочи был еще более привлекательным. И, конечно, город наш не узнаешь, но красивый город, его любят, его чтят. Но главное богатство этого города – это наши горожане. И, в первую очередь, вы, то есть те горожане, которые неравнодушны. Самых неравнодушных сочинцев сегодня отметили грамотами главы города. Помогали кто чем мог. Мы помогали в строительстве данного парка щебня. Так как мы являемся добывающей организацией, мы добывали его, перерабатывали и привозили. Доставкой щебня занимались две компании. Только одна, например, завезла тысячи кубов щебня. Было немало трудностей. Одна из них – сложный рельеф парка в микрорайоне Макаренко. Строителям пришлось немало потрудиться, чтобы проложить тропу здоровья и сделать выходы сразу с трех сторон. С улицы Вишневой, с Макаренко и даже с Пластунской. Вся зона, а это 15 гектаров, была разделена на участки, закрепленные за каждым предприятием. Он был географически сложен для того, чтобы именно доступность техники. Вот этот экскаватор туда по склонам спускался, помогая себе своим ковшом. Потом, что туда не было возможности проезда бетономешалок, вот этих тоже там прокладывали трубу и всякое разное. Ну и в итоге сделали намеченное. При обустройстве парка необходимо было сохранить краснокнижные растения. Такая же ситуация была и при строительстве сквера фестивальной. Весь ландшафт остался нетронутым. Более того, было посажено дерево мира, серебристый эвкалипт. А к Новому году в Сочи откроют еще один сквер для жителей Бытхи. Елена Всевсен, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.